Всем огромный-огромный привет! Сегодня ко мне пришла посылка от Ксении Тельви. Я не буду вам ее показывать так вот прям совсем близко, потому что с одной стороны Ксюшин, адрес другой мой. Мы, конечно, очень рады гостям, но гости бывают разными. Если вы еще не смотрели первое видео, где мы с Ксенией обмениваемся первыми нашими посылками, я оставлю его под видео. На канале Ксении вы увидите посылку, которую прислала я ей. В принципе, все так же, как и в прошлый раз. Давайте ее откроем, и я вам покажу, что же прислала мне Ксения. Конечно, я не буду вас обманывать, я уже эту посылку открыла. Мне она очень-очень понравилась. И знаете почему? Потому что это не просто посылка, что Ксения рядом со своим домом нашла, а это такая очень личностная посылка. Я действительно вижу, что Ксения за мной наблюдает, и в этой посылке собраны такие вещи, которыми я действительно пользуюсь, и которые 100%, ну, такие мои прям вот продукты. Давайте я их покажу вам, быстренько-быстренько распечатаю пакетик. Первое, что попадается мне под руку, это вот такие вот сладости. Я их, как и в прошлый раз, конечно же, с большим удовольствием съем с чаем. Дальше мне тут попадаются вот такие вот, я надеюсь, израильские приправы, которые я тоже с удовольствием открою и попробую. И дальше у нас идет косметика вот в таких вот запакованных пакетиках. Так, давайте вот я начну, наверное, с туши. Тушь выглядит вот таким вот образом. Я уже посмотрела кисточку. Вот такой вот флакончик она имеет. Я после Ксюшиной в предыдущей посылке туши думаю, что эта тушь должна быть точно как минимум не хуже. Вот такую кисточку она имеет. Это не силиконовая кисточка. Ну, Гая, наверное, фирма туши. Может быть, вы такую знаете. Конечно же, я такую не знаю. И у нас такая фирма не представлена. Дальше это помада My Cosmetics MS. Что-то, по-моему, вот здесь написано. Вот такого цвета она. Сейчас я открою ее, покажу вам. Она в тюбике одного цвета. На руке она гораздо более розовая. Что мне очень понравилось, я безумно люблю розовые помады. Вот таким вот она образом выглядит. Я действительно такие помады очень люблю. Так что Ксения прям, ну, что ни на есть, прям попала в мой вкус. Далее, что я вам покажу, это вот такой вот каял. Здесь написано Пакистан. Где сделано, не знаю. Если вы меня смотрите, то вы должны были заметить, что я безумно люблю такие натуральные каялы. И очень-очень часто и пользуюсь. И вот теперь попробую вот этот вот Пакистан. Пакистанский каял, наверное, где же он выпущен-то? Да, я так понимаю, что это сурьма, выпущенная в Пакистане. У меня есть в Индии выпущенная. Я их обязательно буду сравнивать и покажу вам какой-нибудь макияж с этим каялом. Дальше. Я так понимаю, что это масло для кутикулы. Здесь куча всяких масел в составе. Тоже обязательно попользуюсь. И я тоже действительно люблю такие вещи, вот для ногтей всякие масла. Три маски для лица. Я тут даже не смогу посмотреть, что это именно за маски. Какие-то минеральные, мейкап, косметикс. Вот так вот они выглядят. Дальше, дальше, дальше. Что мне попадается? Это два пробничка миниатюрки. Гипноз-драма и гипноз... Что-то там еще, в общем, короче, вот так вот выглядит. Две маленькие туши, которыми я тоже обязательно буду пользоваться. Не обращайте внимания, у меня там опять черепаха куда-то плывет. Я уже устала с ней бороться. Следующее, что... Следующее, что это дезодорант без алюминия. Я уже все уши все не проружжала, потому что я такое все люблю натуральное. Все, значит, подмышками дезодоранты мазать, чтобы были без алюминия. В общем, она решила мне прислать эту штуку, чтобы я, наверное, больше ничего ей на эту тему не высказывала о вреде и пользе. Дальше. Давайте я тут аккуратненько-аккуратненько, потому что у меня может все рухнуть. Так, еще один пакетик я здесь нахожу. Вот так вот он выглядит. И здесь у нас, здесь у нас завернуты, я вам скажу, палетки с тенями. А завернуты они вот в такую вот прекрасную перчатку. Я так понимаю, что это мочалка, которой я в скором времени буду мыться. И мне кажется, она прекрасно сегодня подходит под мой вид. Дальше, что мне попадается. Это пудра. Пудра я открыла, она очень светлая. Пользоваться ей как пудрой я вряд ли смогу, потому что для моего цвета лица это очень-очень светлый оттенок. Но она не имеет блесток, и я буду использовать ее в качестве хайлайтера под глаза, потому что если я использую хайлайтеры под глаза, то я использую их без блеска. Так же, как, собственно, и в работе. Так что она, мне кажется, вот вы видите, мне кажется, вот вам должно быть видно. Такой вот светлый оттенок. В общем, я ей буду пользоваться действительно с удовольствием, потому что настолько светлых пудр у меня нет. И я думаю, что мне очень-очень пригодится эта вещичка в макияже. Следующее, что мне прислала Ксения, это то, что есть у нее в ее видео обзор на эту палетку от фирмы Jade. Я ей написала под видео, что мне эта палетка очень-очень понравилась. И Ксюша, конечно, мне прислала ее в подарок. В прошлой посылке тоже была такая палетка с серыми оттенками, а в этот раз они коричневые. Вы можете в этой палетке видеть мои пальцы. Давайте я покажу вам несколько примеров на руке. Тени очень хорошо набираются и очень пигментированные. Вот так вот они выглядят. И вот так вот они выглядят на руке. Мне кажется, замечательно переносить тени. Но, впрочем, я как-нибудь сделаю обязательно макияж с этой палеткой, потому что цвета мне очень нравятся. Я очень люблю такие растяжки от темного к светлому в коричневой гамме. Это палетка номер, ну, единственная, а, 01 Natural она называется, ее номер. И следующее, ну, это тоже вот, как не обратить внимание на то, что Ксюша, да, подмечает тем, что я крашусь. Ей что-то может быть самой, нам не нравятся какие-то оттенки. В общем, вот такая вот палитра оттенков теней, и вы точно видите вот эти ядреные синие тени. Я, если синими тенями пользуюсь, то они как раз вот такие вот ядреные. Сейчас я отклею тут палетку. Вот, так что, конечно, с помощью этой палетки я тоже обязательно сделаю макияж. Ее я, кстати, как вы видите, еще не открывала, поэтому она еще тут заклеенная. Я, на самом деле, не знаю почему, никогда синие тени не любила. Вот так вот она выглядит. Никогда не любила синие тени, никогда ими не пользовалась. Мне казалось, это как-то ужасно. Но, видимо, годы идут. Мое нутро говорит мне о том, что мне совершенно необходимо пользоваться синими тенями. Сейчас я вам покажу, насколько они пигментированы. Вот это вот два оттенка вот этих вот синих. Вот, и давайте другой рукой, что ли, я попробую. Мне очень хочется попросить фиолетовый цвет. Фиолетовый вот этот. И рядом вот этот вот голубенький. Вот так вот они выглядят. Так что теперь мы с вами будем делать еще много-много макияжа вот с этой палеткой, с синими цветами, с серыми цветами, даже черный цвет. Тут давайте, кстати, посмотрим пигментацию серого цвета. Обычно темные цвета либо очень хорошо пигментированы, либо очень плохо. Вот этот, на мой взгляд, очень хорошо пигментирован и переносится он на руку вот таким вот образом. Так что, Ксюш, на самом деле, большое тебе спасибо за твое внимание к тому, чем я действительно пользуюсь и к тому, что для меня действительно может быть полезным. Не нашла в этой посылке ни одной вещи, которой бы я не смогла пользоваться. Это правда. Большое тебе спасибо за это внимание. Большое тебе спасибо за эту посылку. Не забывайте переходить к Ксюше на канал, смотреть, что же я ей прислала. Я надеюсь, что это видео было для вас интересным. На сегодня все. Пока.